Музыка Итак, всем привет, с вами Камар И сегодня, как я уже когда-то давным-давно обещал Мы снимем замечательную игру под названием Kerbal Space Program Это потрясающая игра Жанр у неё спорный С одной стороны, некоторые считают, что это инди-игрушка Но я лично считаю, что это просто потрясающий симулятор космической программы Ну что ж, давайте начнём Я вкратце объясню правление и основное направление игры Но сначала я хочу вам похвалиться Хочу похвалиться, каких успехов достиг я Сейчас, нет, я, пожалуй, вернусь сейчас на секунду Ага, назад Вот, значит, это наша основная база, если что Ну, просто для тех, кто вообще не знает, что это за игра Вот этот ангар, это у нас вот внизу слева подписывается Space Plane Hangar То есть здесь мы создаём космические самолёты Ну, или просто самолёты Центральное, это у нас Vehicle Assembly Building Это цех вертикальной сборки Это цех сборки ракет Как раз-таки для полётов именно в космос, на другие планеты и так далее Дальше Launch Pad Это у нас площадка запуска Откуда стартуют все наши ракеты Да, самолёты, если что, стартуют со взлётной полосы Ну, вот она, Runway, как раз-таки у нас обозначена Ну, просто, да И Tracking Station Это у нас станция слежения попросту Она у нас отслеживает все полёты, которые мы не отменили Вот наша планета Наша планета Кербан Кербин, Кербин, да Это, по сути, та же Земля Но называется она по-другому И, как вы видите, она имеет форму идеального шара почти Ну, Земля, на самом деле, имеет форму геоида Хотя, может, и здесь форма геоида Я просто, ну, на глаз это сложно определить Там расхождение в координатах очень маленькое Ну, так вот Это наша планета Это всякий мусор Вот эти куски Это всякие куски ракет Я не очень люблю мусорить Но, к сожалению, иногда получается И в итоге у меня очень много мусора сейчас возле моей планеты Но у меня есть тут станция Космическая станция Вот она Она вращается по вот этой белой орбите Как вы видите Белая линия такая Вот First Kerbal World Space Station Да, мне надо будет ее переименовать А то я ее неправильно назвал Судя по всему Вот сейчас, секунду, переключимся Да Ну Очень косяк, ладно Вот она у нас вращается Вот по такой орбите Орбита у нее 150 километров И 160 километров Расхождение Расхождение в 10 километров Я вам скажу Для космических масштабов Это практически ничто Практически ничто Это практически идеальная орбита Да и то, сама станция Вращалась действительно Раньше на 150 на 150 Но в результате последней моей стыковки Которая прошла успешно Хотя я расскажу Как я ее косячно сделал Но она прошла успешно И действительно Орбита сместилась Здесь вы видите У нас рядом с нашей планетой Керман есть Мун То есть Луна По сути Как вы видите Она по-другому названа Вообще Мун пишется с двумя О Ну по-английски Но вот В главном меню Когда мы видели Там было Мун Орберст И там было У С умлаутом Это немецкое У То есть Возможно Это просто немецкая игра И поэтому она так названа Но в любом случае Аналог нашей Луны А также аналог Минмуса То есть вокруг нашей Земли Действительно вращается астероид Он есть Вот Минус Это астероид Вращающийся возле нашей Земли На очень большом расстоянии Он очень маленький Просто притянулся Когда-то А вообще Наша Солнечная система Тут выполнена В мельчайших подробностях Даже такие планеты Как Иэло Здесь Это Плутон То есть Ледяная планета Но она очень далеко И на нее Полететь на самом деле Очень сложно Так вот А тут у нас Все планеты По сути Венера Это у нас Ив То есть Ева Меркурий Мохо Марс Это Дюна Дальше идет у нас Дресс Это Насколько я помню Сатурн Джул Это Юпитер И Йелло А Йелло Это Нептун Наверное Да Наверное это Нептун Да Плутона Действительно нет Ну что ж Ладно Давайте посмотрим На мою космическую станцию После этого я покажу вам еще Ну гордость Которая у меня есть Итак Космическая станция Нажимаем на кнопочку Fly Зеленая После того как выбрали Уже Саму станцию Да Здесь проседают фпс Очень сильно Это не у вас одних Это у меня При приключении Всегда Проседают фпс Очень сильно лагают Это все на самом деле Правильно Итак Вот моя Космическая станция У меня просели фпс До 16 Это ужасно Как так Запись должна быть Отвратительная Что ж Я извиняюсь за то Что у меня очень сильно Просели фпс Но к сожалению Я с этим ничего сделать не могу Хотя Сейчас секунду Подождите Я попробую Скайп отключить Я сейчас отключил скайп Фпс не поднялись Я просто смотрю Сейчас по загрузке цп У меня 70% цп загружено И это ужасно Потому что бандикам на таком Ну не реагирует Вообще Но сами видите Качество сейчас должно быть ужасное Сейчас на самом деле Не очень удачное Время полета Поэтому давайте Немножко прокрутим Время Время Сейчас выйдем На солнечную сторону Вообще 7 фпс Кошмар Кошмар Ужасно просели фпс Что ж Я приношу свои извинения Но бандикам Он Бандикам Такой Итак Моя космическая станция Куча батарей На самом деле Космическая станция Это только вот отсюда И вот досюда Вот до этого До кингпорта То есть стыковочного модуля Вот эта основная часть Это космическая станция Вот это Яйцевидное строение Я сюда присобачил на днях С помощью стыковки Стыковка прошла Не без ужаса Потому что я не наделил Это яйцо Модулем САСа Что это я потом расскажу В общем по сути Я пристыковал его на живую Без помощи компьютерного Навигации То есть это был кошмар Я три раза раздолбал Свою станцию Загружался снова И вроде как Хорошо присобачил И вот В общем Вся эта электронная Все эти электронные оборудования И солнечные батареи И всякие модули связи И все это вот на этом Модуль Я его специально присобачил К началу станции И не стал присоединять К стыковочным основным портам Что ж Отлично Посмотрели это Возвращаемся Спейс Центр ФПС вернулись Походу ФПС проседает Только когда мы Смотрим на какое-то строение Судя по всему Ну или модель Итак Ровер Прототайп 01 Это ровер То есть По сути Это робот Марсоход Ровер То есть Он у меня На Марсе Я Достаточно давно Уже Я даже не помню Уже когда Посадил Этот ровер На Марс И он у меня До сих пор тут есть Он у меня Как в Валле Заряжается Солнечными батареями Вот У него есть Всякие Антенки И самое главное У него есть Крепежи Которые Его поднимают Видите Он сейчас стоит Не на земле Он Сейчас я сниму Он как бы чуть-чуть выше Да Приподнят Это благодаря креплению Специально для того Чтобы он не двигался Есть конечно Тормоза Брейкерс То есть это Грубо говоря Ручные тормоза Да Но я предпочитаю Вот такую штуку делать Чтобы его точно Ничто не сместило Потому что все равно Бывает смещается И все такое А так он на этих подпорках Он даже не падает Большое количество Солнечных батарей Позволяет ему Работать его Осветительным фонариком Вот этим Двум Глазам Впереди И Одной подсветкой Сзади Круглосолнечная Большое количество Батарей Солнечных Панелей Итак Давайте соберем Наши панели Правая кнопка Мыши Контекстное меню Практически для любого Предмета Который что-либо Может делать Поэтому нажимаем Правой кнопкой И Так это у нас Ретракт А да все правильно Ретракт Нажимаем Чик И он у меня Чик 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 И собрался Все Да 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 Это мой Ровер Итак давайте Соберем Гир То есть Подпорки Сейчас Чик Давай Ты че Че так Ладно Клопка Г Все Приземлились Так давайте Заквиксеймся А Сейчас Стоп Брейкерс Брейкерс Тихо 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 Квиксейв Брейкер снимаем И поехали Из-за того что я Инвертировал у себя Управление То есть он будет двигаться Странновато Немного Почему он у меня так сильно Газует что даже Переворачиваться Собирается Ты чего Ровер Я же Вроде разогнался Теперь он стабильный Ну Относительно стабильный Разумеется Вообще я двигался На этом марсоходе К снежным шапкам Потому что я хотел Посмотреть на снежные шапки Марса Но Вот смотрите Я сейчас Пока его оставлю Вот Отдаляем На максимально Вон там У нас Снежный шап Блин Я не туда еду даже Фак Окей Но Не суть Суть Почему он у меня Наклонен Ну ладно Так В общем не суть Это мой марсоход Да Ставим Брейкерс Включаем Подпорки Давай Все Подняли Снова Расправляем Антенны И Оставляем Этот марсоход В покое Потому что Хвалится Хвалится Но Надо же вам Показать Как создать Такую штуку И запустить Ее собственно На Марс Или еще Куда-нибудь Ну Конечно Для первых Моих Видео Вот видите У меня энергия Восстанавливается Как раз таки Электрозаряд Да Он восстанавливается Грязь с помощью Солнечной батареи Ему Прекрасно Хватает Круглосуточно У него Никаких Проблем С питанием Кстати На нем Установлена Куча разных Сенсоров Вот Допустим Температура У него Сейчас Минус 30 градусов Я тут На самом деле Этот ровер В дубаке Самом настоящем Холоде Находится Ну потому что Марс расположен Дальше от Солнца Чем Земля Поэтому и температура Там соответственно Будет ниже Ну что ж Спейс Центр Никогда не нажимайте End Flight Если вы Успешно Приземлились куда-то Потому что End Flight Это уничтожение Вашего корабля Остаются ли После него Обломки или нет Не знаю Но корабль уничтожается Поэтому я так бывало Уже запускал Пару удачных проектов И End Flight Нажимал И все Вообще К чертям Ну что ж А теперь давайте Отправиться В цех вертикальной сборки И соберем Собственную ракету Итак Вот наш цех Первонаперво Нам нужно выбрать Командный модуль У нас здесь Представлено Шесть модулей Управляемых И четыре Беспилотных модуля Беспилотные модули Используются Для всяких Роверов Спутников Хотя в принципе И космические корабли Вы тоже можете Запускать С Беспилотниками Но чаще всего Это какие-то Повочные миссии Где не нужно Вмешательство Кербаленков Ну то есть Вот этих вот Человечков Это у нас кербаленки Ну типа люди Вот И модули Которые Много модулей Различных В которых Можно поместиться Разное количество людей Для разных целей Во-первых Основное преимущество людей Что они могут Чинить Сломанные предметы Для этого Не требуется Никаких Запчастей Ничего Просто подходишь Нажимаешь правой кнопкой мыши Репейер И все И он чинит Ну что ж Давайте для начала Создадим Какую-нибудь Простенькую ракету Которая хотя бы Выведет нас на орбиту Поэтому берем Самый простой модуль Command Pod MK1 Это одноместный модуль Он самый простой Да Самый простой модуль Абсолютно В нем один человечек живет Из него можно вылазить Все нормально В общем так Поднимаем его повыше Чтобы Собрать ракету побольше И так Для начала Конечно Первое Наперво что нужно делать Это Обустраивать кабину Если у вас будет Посадочный корабль То вам разумеется Нужен парашют Который крепится наверх Ну Это как бы Догадаться не сложно Так Дальше Что Смотрите Командный модуль Он сам по себе Является и сасом Одновременно Так Давайте сразу расскажу Что такое сас Сас Это Система навигации Я не знаю Как он точно переводится С английского Сас это с английского По русски Я не знаю Как он переводится В общем это Вот эти вот кольца Вот сас модуль Сас модуль Advanced Сас модуль То есть улучшенный И large Сас модуль Он маленький Advanced Улучшенный Он тоже маленький И large Он используется для больших кораблей В общем короче Это Ну Грубо говоря Гироскоп Если кто знает Что это такое То есть это Модуль Который позволяет Вашему кораблю Держаться под определенным Углом В тройной системе координат Я все потом поясню Когда мы уже будем На взлетной полосе Так вот Командный модуль Он и так Он и так является Сасом То есть он может Поворачиваться сам по себе Удержаться в определенном направлении И ему Сас не нужен Поэтому мы Его сюда пока ставить не будем Так Выбираем Отстыковочный модуль Вот очень много Бывает проблем Когда люди Не знают Почему у них корабли Не отстыковываются Они очень часто Не ставят Отстыковочные модули Это разделяет ступени Вот ставим Отстыковочный модуль И все Вот теперь Вот это у нас Командный модуль И парашют Отдельная ступень От всего корабля Которую мы можем Отсоединить Впоследствии И так Создаем Очень простую ракету Вот просто До идиотизма Попростую Ставим Вот топливный бак Он очень хороший Он достаточно большой Кстати вот интересно Вчитывайтесь в цифры Потому что Вот смотрите Вот этот топливный бак Да Он равен половине Того что мы поставили То есть Он просто На В два раза меньше И все Но если вы будете Снаряжать большую ракету Советую вам ставить Длинный бак Если он вам нужен А не два таких Потому что Здесь есть такое понятие Как вот В нижнем описании Видите драк Да 0,2 Это сопротивление Трение об воздух Грубо говоря И чем больше У вас деталей В корабле Тем больше У вас будет Этого показателя Драк И тем сложнее Вам будет управлять Этим кораблем Чем меньше деталей Тем проще Грубо говоря И так У нас есть наш корабль Замечательный Начальный Теперь Выбираем ему Двигатель Тут есть Несколько страниц Не забывайте их листать Я обычно Делаю Конфигурацию Конфигурацию Если мне нужно Выйти на орбиту И потом приземлиться Мы будем приземляться Раз уж у нас есть Парашют Ставим Atomic Rocket Motor Вот LV-N Это атомный двигатель Его Особенность в том Что Видите Engine Maximum Power То есть По середине 60 60 Это достаточно мало Это мощность двигателя То есть Какой силы он вас толкает Это очень мало На самом деле Но Этот двигатель Практически Не потребляет топлива Нет Он конечно потребляет Но для того Чтобы израсходовать Вот этот бак Ему нужно будет Минут 20 Беспрерывной работы 20 минут Ну Он подходит Отлично для Корректировки маршрутов В траектории В космических масштабах И если у вас Длинные перелеты То есть Сохранение топлива Это его конек Итак А Чуть не забыл Вот Чуть не облажался Как в прошлый раз Прошу меня простить Я сейчас говорю В нос Секунду Ой Пшикнул себе в нос Просто я полею Тут немножко Не суть Итак Делаем ему Обязательно САС Ставьте Всегда Advanced САС Если только у вас Не простейшие ракеты Которые вообще Ничего не предназначены Если у вас серьезный полет Там допустим Космическую станцию Выводите Или хотите приземлиться На другую планету Все что угодно Вам нужен Advanced САС Потому что у него Больше силы Чем у стандартного То есть он сильнее толкает И у него больше шансов Удержать вас В определенном положении Чем просто САС Просто САС Итак Обязательно еще Надо поставить Бак РСС топлива РСС топлива Это по сути Помощь для САСа Это Монопропилен Монопропилентовое топливо Которое Действует Вместе с САСом То есть Если САС Допустим Вам нужно удерживаться В центре По траектории А вас сносит Куда-нибудь Влево И САС не справляется И вас все равно сносит Вы включаете РСС Включаются маленькие движки Которые нужно устанавливать Отдельно Вот этот Трастер блок Вот его нужно устанавливать Обязательно Знаете Вот на такую маленькую ракету Я устанавливаю Обычно три Маленьких Вот таких вот САСа Вот И если вам нужно С определенной стороны У САСа Включается Подача Вот этого газа Он выпрыскивается И САС Справляется гораздо легче И возвращает вас В нужное положение Но не перестарайтесь Иногда бывает что РСС настолько сильнее Что он перебивает САС И ракета просто начинает Вилять Вращаться И вообще непонятно Чем заниматься Итак По сути ракета Для корректировки Траектории посадки У нас уже есть Но нам конечно же Нужно вывести ее На орбиту В космос Поэтому Да кстати Советую вам Всегда все скреплять Тросами У нас здесь есть Вот Вот эта вот штука Структ коннектор Всегда Все скрепляйте Тросами Из-за этого Корабль становится Гораздо более Устойчивым И вообще крепким Меньше шансов Что он развалится Вот сколько Себя помню Все скрепляют Тросами Потому что Это на самом деле Очень важно Бывает так Что там Небольшие разладки И все Разлетелась ракета И гудбай Америка Так ладно Теперь Что по поводу Выхода на орбиту По поводу Выхода на орбиту Нам нужно большое количество топлива И достаточно большая ракета Поэтому Делаем у нас Сейчас Вот Ступень Ступень Делаем И дальше Начинаем Выдумывать Ракеты у вас могут быть Абсолютно разных конфигураций Разные строения Формы Мощности Но вот Если вы закончили Основной модуль Который вам понадобится После Ну Уже после выхода Из атмосферы земли Советую вам Использовать Такую конфигурацию Вы можете использовать Свою Я не настаиваю Но смотрите мою Используем Один из адаптеров Вот Rockman Brand Adapter И Rock Rock Max Извините Rock Max Brand Adapter 2 Они различаются Только тем Что один у нас Низкий А второй высокий То есть смотрите Вот Brand Adapter Да Он вот такой вот большой А Brand Adapter 2 Мы его можем Поворачивать С помощью Английских Кнопок W, A, S и D Или русскими C, F, Y и V Можем Менять направление Там угол С помощью Кнопок русских И краткое И U Или же английских Q, E И точнее Можем менять Вот Такой модуль Они в принципе Практически ничем не различаются Единственное что у них Разные показатели Аэродинамики И веса Раз уж мы делаем Ракету Чем легче Тем лучше Значит мы Brand Adapter 1 Не используем Будем использовать 2 Он гораздо легче Гораздо легче И дальше у нас Начинается самое веселое Нам нужны Rockmax Jumbo 64 Fuel Tank Попросту Запомните Я буду называть их Морковка Они большие И они оранжевые Вот и все Итак Нам нужен Первый Вот так Первая вот такая вот штука Знаете что я вам советую Кстати Всегда ставьте минимум 2 САСа Если у вас большая ракета Всегда ставьте 2 САСа Я обычно ставлю САС На первом модуле ракеты Который будет участвовать Во всей грандиозной И на ступенчатый Который будет выносить нас За пределы атмосферы Итак Поставили большой танкер Он у нас Очень большой В нем очень много топлива И соответственно Ему нужен большой движок Нам нужен Rockmax Main Sail Liquid Engine Это самый большой Ракетный ускоритель Он очень мощный И он очень быстро Перегревается Поэтому Сразу запоминаем Берем себе на заметку Есть одна хитрость Если он напрямую Соединит с морковкой Вот так вот Он очень быстро Перегреется И может взорваться Это будет очень плохо Но Смотрите что мы делаем Мы берем И подставляем сюда Маленький Fuel Tank Беленький такой Подставляем сюда двигатель И он перегреваться Не будет Точнее он будет Перегреваться Но очень мало И до максимума Перегрева Он не дойдет Он остановится Где-то на Одной четверти Перегрева И дальше Перегреваться не будет Не забываем Все соединять Тросами Обязательно Вот обычно Обычно Здесь я делаю Вот так Чик И куда-нибудь Повыше Вот сюда Зафинделячить Хотя нет Давайте Вот так Еще Вот сюда Вот прямо Вот прямо К адаптеру Чик Ну к САСу Вот отлично То есть Это соединяет Увеличивает прочность Все такое Я это уже говорил Не буду снова повторяться Дальше У нас есть уже неплохая Достаточно ракета Она может Теоретически Вывести нас на орбиту Но для того Чтобы нам Подкорректировать И выйти на орбиту Нам нужно Ну Помощнее вещь Что мы берем Мы берем ТТ-70 Радиал декодер Это Отстыковщик На расстоянии То есть Достаточно полезные вещи Я их использую Декодеры есть Три типа Не считая Вертикальных Горизонтальные Которые присоединяются Ракета к ракете Грубо говоря Это у нас Вот такие вот Они уничтожаются При отключении ступени И отваливается Часть ракеты Итак Присобачиваем Еще морковки Присобачиваем морковки На каждую из На каждый из декодеров Есть такой баг Когда присобачить нельзя Для этого нужно Просто Поместить морковку Временно На какую На какую-либо позицию Где она может держаться То есть Ищем Оп Присоединение Да А потом просто присоединяем Точнее Снова снимаем И Все Можем уже ставить Все Отлично Замечательно Поставили еще 4 топливных бака Сюда я советую Ставить большие топливные баки Сверху мы сразу же ставим Аэродинамические купола И Снизу Мы присоединяем Движки Такие же большие движки Как у нас В основной ракете Снова Снова Все Скрепляем тросами Это очень важно Достаточно обычно Одного троса На каждый бак Но я обычно Использую по два Между собой Обязательно Соединяем все Топливные баки Чик Выглядит Это конечно не ахти Будто ракету Буквально Перевязывали Но Я вам скажу Это очень полезно Это добавляет Действительно Стойкости Ракете Она очень крепкая После этого Становится Так же Вот После Секунду После этого Вот так Вот Присоединяем Вот Так Вот Так Вот Как Как можно Больше Делаем различных Присоединений Для того Чтобы ракета Была очень устойчивая Да В принципе Неплохо Так Почти У нас готова Ракета Для вывода Нас на орбиту И потом посадки В смысле Возвращения Ну Посадка Это вряд ли Назвать Теперь Основная цель Такое строение Ракеты Для чего Нужно Кстати Я еще Кое что Забыл Во первых Нам нужно Соединить Между собой Вот эти Два бака И обязательно Присоединяйте Баки Внешние К баку Внутреннему Если можно Так выразиться Потому что Это тоже Очень важно И конечно же Купола тоже Можно по кругу Вот так вот Завинтить Будет выглядеть Круто Итак Основная фишка Это ракеты В чем По сути Вот эти топливные баки Должны закончиться Позже Правильно Потому что Этот меньше В нем меньше Топлива Но Что мы делаем Мы идем Вот Propulsion Кажется Называется Да И берем Желтый шланг Это External Fuel Duct Это Шланг Который Постоянно Перекачивает Топливо Из одного Бака В другой Внимание Обращайте Внимание На то От какого Бака К какому Вы проводите Это будет Точкой Отправителей Точка Получателя Также Это будет Обозначаться Стрелочкой Вот допустим Я хочу Чтобы от каждого Этого бака Потому что Я выбрал Деление на 4 Там сейчас На каждый бак Остается Такой же Шланг Итак От каждого Бака К центральному Баку Сразу Видим На шланге Появилась Стрелочка Куда Перетекает Топливо От какого Бака К какому То есть Когда мы Включим Все их Пятеро Топливо Из этих Будет Перекачиваться В этот И когда Внешние Баки Отстыкутся У этого Будет Полный Запас Топлива Потому что В него Будет Постоянно Это Переливаться И финальная Часть Каждой Ракеты Я вам Советую Делать Это Всегда Это Крепления Внешние Крепления С которых У нас Будет Запускаться Ракета Не особенно Важно На какой Высоте Вы их Установите Главное Чтобы Они Были Итак Назовем Нашу Ракету Ор Би Тер Кер Бан 0 1 И давайте Сделаю Пометку Себе Видео Все Значит Можем Сразу Сохранить Почаще Сохранять И советую Потому что Игра Достаточно Нестабильна Бывает Часто Крашится То есть Слетает И Ничего Не сохраняется Поэтому Советую Сохраняться Частенько Дальше Перед тем Как вы вышли Вам нужно Обязательно Разобраться Со ступенями Потому что Смотрите Я хочу Запустить Все 5 двигателей Одновременно Но пока Я конструировал Ракету 5 двигатель Вот видите Когда я на него Навожусь Центральный двигатель Подсвечивается Зелененьким Таким Вот Он Как бы На четвертой ступени А должен быть В шестой Нажимаем на него Просто кликаем на него Он подсвечивается Зеленым Так же мы можем Снимать Вот Выжимаем И Перетягиваем В шестую Тепень Теперь у нас уже Их 5 Ступеней Да И значит Просматриваем Можем у себя В голове Воспроизводить Как это все будет То есть Отсоединяются Ноги Включаются Все 5 двигателей Потом Отсоединяются 4 внешних двигателя После этого Отсоединяется Большой Вот Морковка наша И включается Атомный Этот процесс Должен быть Одновременно Поэтому опять же Выделяем И перетягиваем В новую ступень Дальше Отсоединяется У нас Отстыковка идет От ракеты И Парашют Все Теперь все правильно Все так Как должно быть Сохраняем И нажимаем Launch Если у вас Ускакивает Такое окно Это просто Говорится о том Что есть обломки На взлетной полосе То есть На стартовой площадке Просто нажимайте Clean The launching And proceed То есть Очистить Посадочную Взлетную площадку И продолжить Итак Да Сейчас Лагает Очень сильно Итак У нас Вроде как Пролагало Сейчас Сейчас Мы уже Полетим Скоро Итак Значит Сейчас буду Какое-то время Рассказывать О Устройстве игры Итак Смотрите Значит Устройство игры Слева у нас Ступени Вы до сих пор Можете с ними Их использовать Перетаскивать Поэтому это Даже здесь Не критично Здесь также у нас Показатель степени Которая Она сейчас И можно ли ее использовать Если зеленая Значит можно Показатели Движения Вот Вправо Влево Вверх Вниз Влево Крутиться Вправо Крутиться Это показатели управления Вы можете также все узнать Из туториалов Которые есть Прямо в игре Все об этом Подробнее узнать Так Дальше Докинг Это Для Это Специальная система Управления Для доков Нам она сейчас не нужна Орбитальная карта В которой вы можете Прокладывать Различные траектории А также следить за Своим полетом Куда вы летите Собственно Центральный интерфейс Тройная система Координат Шаровая Как раз То что я говорил Тоже гироскоп У нас Это у нас Подача топлива Насколько Много мы топлива Подаем И Система перегрузок Также внизу У нас координаты И наша скорость Которую мы можем Переключать с орбитальной На Скользящую И так далее Сверху у нас Показатель Расстояния От ближайшего Космического объекта В нашем случае Это земля Почему 111 Потому что мы находимся На креплениях Они нас уже подняли На 111 метров Наше положение В атмосфере Наша скорость В спидометре Дальше Показатель света Снаряжение То есть Гирс Это обычно Ножки Такие выдвижные Да Посадочные Всякие Брейкер Тормоза Показатель времени Который мы можем ускорять Ресурсис Если мы на них Нажали Кстати Они у вас закрепятся И наш человечек Кстати Сразу расскажу О чем На кнопку С Или С Русскую Можно переключаться С первого вида На какой нибудь Другой Вот прикольно В кабине мы смотрим Можем даже смотреть Вот так вот Так вот Итак Что нам нужно сделать Чтобы взлететь Во первых Увеличиваем тягу То есть Тяга на максимум Двигатель у нас Заряженный Полностью Для того Чтобы приступить К ступени То есть Переключиться на следующую ступень В нашем случае Это четвертая ступень И вообще Включить Полет Грубо говоря Нам нужно нажимать пробел Итак Три Два Один И пробел Итак Мы летим Так Сразу же убавляю скорость Буду рассказывать почему В игре Есть так называемый Эффект пули Если До 12 тысяч метров То есть До выхода из стратосферы Вы набираете скорость В районе 300 метров в секунду Ваш корабль Начинает вращаться Ой Кстати я не включил САС О господи Вот да Перед взлетом Включайте САС Это кнопка Т Английская Он у вас будет все время включен Видите Корабль у нас не двигается По траектории Он у нас находится Все время в одном положении Это и есть работа САСа РСС включается На кнопку Р Английскую И также Выключается Так вот Наверное Очень громко Поэтому я буду рассказывать Как могу Еще убавляем скорость Убавлять Прибавлять скорость На кнопке Ctrl и Shift Если что Итак Нельзя набирать скорость Больше 300 метров в секунду До 12 тысяч метров Иначе корабль Начнет вращаться И это может Приступить То есть Последовать за этим Очень могут Плохие последствия Итак Да и после 12 тысяч метров Не советую Резко ускорять корабль Это тоже создает Эффект пули Поэтому Ребята Действуйте аккуратно Слева у нас есть Как раз таки Показатели топлива Ну и что ж О Видите 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 Координаты Мне кажется Уже начинают смещаться То есть Я приближаюсь К 300 метров в секунду До 12 И уже Мне кажется Я скоро Начну вращаться И это плохо Но РСС мы быстро Поймаем этот момент И предотвратим Вращение Чувачок у нас Данджер Керман 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 Да Он у нас вообще В шоке Что происходит Мы летим в космос Ааааа Да Вот такое у меня сейчас Выражение лица Итак Скорость у нас Достаточно приличная Хорошо набирается Итак Сейчас мы Отсоединим Ступень И я вам расскажу Как выйти правильно На орбиту Так Значит Чуть-чуть Убавляем скорость Потому что у нас Перегрузки были И это Было бы на самом деле Плохо Перегрузок лучше Не допускать Ракета может Сломаться Кстати Кстати Небольшое наблюдение Как я уже говорил Видите Перегрева нету У двигателей А на самом деле Он был бы Итак Значит Сейчас у нас уже Скоро кончится топливо Можем пожалуй Чуть-чуть все-таки Увеличить тягу Сейчас Кончится топливо И на кнопку пробел Мы отсоединяем Ступень Итак 3, 2, 1 И пробел Включился Тихо РСС 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 Видите ли Ракета начала вращаться Она начала вращаться Очень медленно Но начала Мы РСС Этот момент Поймали РСС Все Выключаем РСС САС теперь Выровняет нашу ракету Итак На кнопку Х Отключаем скорость двигателей Итак Вот куда мы вылетим Нашей ракетой Пожалуй Сейчас мы Увеличим тягу Для того чтобы Так Для того чтобы Вылететь чуть дальше Чем моя космическая станция Не хочу быть На одном РСС РСС Вылетим на 200 километров Пожалуй Вот так Оп Все 200 километров Дальше Давайте Нажмем F5 Чтобы сохраниться Дальше что нам нужно делать Нажимаем на крайнюю точку Апогей Это точка В которой у нас будет Самая низкая скорость Апогей Это обозначение АП Перегей Это самая высокая скорость Она обозначается как Ну по другому PR Она обозначается Дальше нажимаем на кнопку Add Maneuver И у нас есть Система координат Мы Зелеными кнопками Увеличиваем широту Синими кнопками Мы прокручиваем Туда сюда Нашу траекторию И розовыми Мы Увеличиваем долготу То есть Это изменение Конкретно по координатам Итак Что нам нужно Нам же нужна орбита Правильно Поэтому Растягиваем Чик И вот у нас будет орбита Орбита неровная Поэтому сейчас будем синими кнопками Аккуратненько ее Делать Ей штриховку Значит Нам нужна ровная орбита Чик Видите Вот в тот момент Когда перегей и апогей Начинают вращаться Это значит Что вы достигаете точки В которой они Будут приблизительно равны Максимально равны Оп Вот когда они перекручиваются Это максимальное равенство Между апогеем и перегеем То есть Вот смотрите 202 метра 197 Но действительно Разрыв колоссально маленький 198-204 Ну в общем Мне вот такая вот Траектория Мне она очень устраивает Вот Замечательно Теперь Что мы делаем Для того Чтобы этой траектории Достичь Отключаем САС И ищем Траекторию Включаем РСС Потому что нам К сожалению Здесь сейчас понадобится РСС Так как ракета Еще достаточно массивная И ей тяжело двигаться Кстати Видите У нас показатели Э-эст-э Бёрм Бум Это тот момент Когда мы окажемся В точке Координат То есть в точке апогея Секунду У меня какие-то Неполадки Временные РСС нас выровняет Топлива у нас достаточно Так вот А Ноут Это то время Наоборот Ноут Это то время Когда мы окажемся В точке А эст Бум Это то Это то ли Бёрм То ли бум Я не могу сейчас Вчитаться Это То Сколько нам нужно Времени Чтобы развить Такую скорость И так нам уже Нужно по сути Газовать Честно говоря Почему нас так Колышет Я не понимаю Почему у нас САС не справляется У нас же два модуля САС Нет Все таки справляется Да Просто Знаете Блин Это бывают такие моменты Газовать обычно надо За половину времени До того Как его нужно развить То есть Время Которое вам нужно развить Нужно быть в два раза больше То есть приблизительно сейчас Нам нужно газовать Причем Серьезно так газовать И вот у нас Начинает увеличиваться Траектория То есть Видите Она уже изменяется Благо мы вылетели Раньше Чем моя космическая станция Не хотел бы Если не конечно Столкнуться Я столько времени Убил Чтобы ее вывести туда На орбиту Вообще Да Кстати САС И вообще Все что угодно Движение ракеты Быстрее работает Когда вы в движении Поэтому не переживайте Когда вы в движении Изменяете угол наклона Очень быстро А без движения Практически не изменяете Ну Да Это Как бы Понятно И так вот У нас изменяется Траектория Видите Она выравнивается Практически идеально Так как нам нужно Итак Смотрите Мы зафиксировали точку И точку можем уже удалять Удалили точку И смотрим Как у нас будет развиваться Апогей-перигей Нам нужно дождаться момент Когда они перекрутятся Оп Смотрите 218 174 Так 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 Чуть 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 Мы Вот так вот сделаем Чуть-чуть вниз направимся Хотя ладно Все Значит Отлично Мы выровнялись У нас есть траектория 191 километр На 244 Траектория конечно Не ахти Ну она есть Но она неровная Ну совсем неровная Все Если Ваша синяя траектория Закрутилась Это уже значит То что Вы никогда Больше Не измените Эту траекторию Только если там Есть такое понятие Как airbrake Но оно только Если вы входите В атмосферу Мы на такой высоте Что мы в атмосферу Не войдем И в итоге Мы останемся На этой На этой Траектории Вечно Да Если конечно Мы не изменим Угол наклона Итак Смотрите Для того чтобы нам Посадить наш корабль Нам нужно Сбросить скорость До нуля Для этого Нам нужно Дождаться На самом деле Не очень удобно Потому что Сбрасывать скорость Нам придется Где-то здесь То есть близко к береге Когда скорость будет максимальная В апогее Скорость минимальная Поэтому сбрасывать ее Нужно в этой точке Но мы там окажемся На темной стороне земли И это очень плохо Поэтому Не важно В принципе Нам не суть Мы высадимся Где-нибудь в пустыне Поэтому скорость Будем сбрасывать Где-нибудь здесь Вот До минимума Убиваем ее Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Чик-чик-чик-чик-чик Вот так вот Все Нам нужно будет сбросить 2000 единиц скорости Смотрите В чем еще фишка Вообще, для того, чтобы нам сбросить скорость до такого показателя Нам понадобится гораздо больше времени, чем на самом деле нам написано Потому что нам написано время использования большого движка А у нас в итоге нам придется пользоваться маленьким То есть, вот так вот Поэтому, что я обычно делаю в такие моменты? Смотрите, для того, чтобы не мусорить Смотрите, направляем нашу ракету чуть-чуть Направляем нашу ракету вниз Ну, это такой мой житейский метод Направляем ракету вниз Включаем двигатели и отжимаем ступень И с помощью RCS ее уводим от нашей большой ракеты Почему-то не получается Очень плохо, очень плохо Окей Я же... Блин Хаш... Нет, не получается В общем... Как-то очень плохо мы сработали На самом деле Какая у нас сейчас траектория? Оооо... Да Это да Итак, вот наконец-таки Эта хрень отцепилась от нас Она теперь будет, походу, падать Я, честно, не знаю, будет она падать? Не, она будет кататься как раз-таки по такой траектории Ну, блин, я еще больше намусорил Ладно, не суть Значит, сбрасывать мы будем не здесь скорость А здесь Ой, какой-то глупый момент получился Но не суть Тихо, почему нас так Прям кидает-то В общем, нам нужно будет сбрасывать, начать скорость Вот здесь, для этого нам понадобится, как видите, 2 минуты Вот теперь это уже более реальный показатель Для атомного двигателя Итак, вот скажите Вот почему нас шатает Окей, все Так, значит, смотрите Время до того, как мы прибудем в точку Координаты у нас 41 минута А понадобится нам на развод 2 минуты То есть у нас очень много свободного времени Поэтому нажимаем Quick Save Это F5, Quick Load это F9 Там держать нужно И проматываем время И заиграла эпичная муточка Замечательно Итак Мы проматываем время Можем еще быстрее проматывать время Дальше уже чуть-чуть медленнее Нам нужно газовать Начинать в минуту 20 Хотя Пожалуй, уже сейчас начнем газовать Все Итак Мы начали газовать Траектория наша потихоньку уменьшается Как мы видим, расход топлива у атомного двигателя Ничтожнейший Малый То есть, вот смотрите Расходование топлива 0.007 То есть это приблизительно 0.008 Расхода топлива Это очень мало Голосально мало Попозже, попозже Сейчас Не важно Так вот, смотрите У нас тоже здесь есть показатель перегрева Но атомный двигатель Он перегревается только В атмосфере, опять же В космосе он практически не перегревается Итак Ждем, пока у нас траектория примет нужную нам форму Мы, пожалуй, дождемся, пока траектория будет в пустыне где-нибудь И сядем туда Итак Ждем, 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 ждем Ждем, еще ждем Где-нибудь в центре пустыни прям сядем Так Вот так Вот так вот Ну не совсем в центре, но мне это место нравится Итак У нас есть скорость Скорость теперь будет увеличиваться Нам нужно постоянно держать теперь Наш показатель координат в точке Противоположной точке Нашего направления То есть по нашей траектории будет просто зеленый кружок Там с палочками А здесь с крестиком Видите, то есть мы направлено в противоположную сторону Как мы сейчас летим Опять же, quick save И начинаем ждать Опять же, ждем, 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 ждем Пока мы... Вот, так, все Мы уже достаточно близко к орбите Точнее, к земле Скорость у нас 2000 метров Это достаточно плохо на самом деле Потому что это очень большая скорость Итак, на каком мы уже расстояние от земли? 80 тысяч метров И мы стремительно снижаемся Так что мы делаем Направляемся в точку Противоположную точке Наших координат И газуем Тем самым убиваем скорость Убить скорость полностью Мы вряд ли успеем Но На самом деле Если мы используем парашют Нам даже не нужно Убивать скорость Потому что парашют убивает всю скорость разом Но, скорее всего, так у нас и получится Хотя я не уверен Что мы вообще сможем приземлиться нормально Но я на это надеюсь, по крайней мере Итак, убиваем скорость Скорость убивается ужасно Потому что мощность, я уже говорил У атомного двигателя Очень мала Ну что ж Сейчас будет момент истины Сможем ли мы приземлиться? Так, вот у нас начинается горение Вхождение в нижние слои атмосферы Теперь самое время уже отстыковываться Да, мы отстыковались успешно Ракета у нас полетела в другое направление А мы летим противоположно Нашей оси Итак, выпускаем парашют Мы видим, скорость убивается Мгновеннейше просто Так, ракета у нас полетела Все это From Russia was love Ядерная ракета В какой-нибудь там Где мы сейчас находимся? В Пакистане каком-нибудь Ну, я на взгляд не могу Определить, где мы примерно Ну, где-то в этом районе Прикольный такой шлейф, да? Дымы И сейчас там все взорвется Сейчас оно там придется Ну, все Бах Бахнуло Мы его даже не увидели Итак Ой, господи Вот видите, какой маневренный у нас Command Pod, да? Поэтому я Command Pod Когда мы уже притемляемся Даже не трогаю Потому что Он сам как бы направляется В точку противоположную Нашему движению То есть Брюхом прямо вот В землю направляется То есть В то место, куда мы приземляемся Итак Сейчас у нас раскроется парашют Окончательно Он раскрывается у нас Приблизительно на тысячи метров Или чуть ниже Сейчас Да, да На тысячи метров Я был прав Итак Скорость у нас сейчас 6,6 метров в секунду Скорость, я скажу На самом деле Большая Большая скорость Представьте себе 6 метров пройти за секунду Пролететь буквально Да Но скорость большая Но для посадки Этого вполне хватит На самом деле В посадочном Если так можно сказать В смысле этого слова Это очень низкая скорость Очень хорошая скорость Для посадки Если у вас, конечно Вот такая вот маленькая штука Если у вас большая станция Или целый там Жилой комплекс Допустим Там запустить жилую базу На там Луну Или еще куда-нибудь То эта скорость Очень большая На самом деле Ну не очень Но большая Обычно приземляться Надо со скоростью Где-то Ну 3-4 метра в секунду А идеально Вообще там До нуля ее добить То есть так Чтобы ты буквально Парил над землей И приземлился Итак Сейчас мы Стремительно снижаемся Я пожалуй Даже чуть-чуть Ускорю время До нашего снижения Рельеф тут другой Поэтому вот Мы уже буквально у земли Да Мы уже буквально у земли И так И пынь Все Все Наш домик приземлился Итак Смотрим на С Мы сейчас Как раз в командной рубке Баллоны О Че у нас А это у нас Походу Помахала ручка Мы просто В этот момент Смотрели Так Все Да Значит Выходим обратно И теперь мы можем Сделать вот так Эва Это выход На поверхность Итак Слезли Летс го На спейс нажимаем И ху-ху Мы приземлились Мы побывали В открытом космосе И пролетели Вокруг земли Уху-ху 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 Уху-ху-ху Уху-ху-ху-ху С помощью которого Можно летать На планетах С низкой гравитацией Конечно На нашей Вряд ли это получается Итак Нажимаем Р Как кнопку РСС И вот Мы уже С джетпаком Значит смотрите Для того чтобы Взлететь Нам нужно нажимать Кнопку shift В этот момент Как раз таки Идет топливо вниз Для того чтобы Опускаться Control Дальше Различные кнопки движения Итак Мы можем конечно Попытаться Но видите Как всегда Не получается Ну видите Не получается Потому что Гравитация слишком большая И кербалеты не могут Но вот допустим В космических масштабах Если вам нужно Остаться Что-то починить Или там Полетать где-нибудь На дюне допустим То это достаточно Полезная штука Итак Мы просто Называем Grab Снова кнопка F И board Все мы внутри Вот он наш Мы кстати можем Перевернуться спокойно Уи Покатиться куда-нибудь В море Вот Давайте попробуем Выровнять Все таки Оп Ну все норм Ну вот все В принципе На этом Все Мы приземлились У нас все хорошо Побывали в открытом космосе И теперь нажимаем End flight Потому что Мне этот Модуль Посреди где-то Не нужен Поэтому Space center Да В принципе На этом я пожалуй Хочу закончить Всем спасибо Что сегодня Смотрели меня Подписывайтесь Оставляйте комментарии Ставьте пальцы Вверх И Пожалуйста Оставляйте комментарии Куда же мне полететь Или что же мне построить В следующей серии В следующей серии Обязательно Буду выходить Это замечательная игра Я вам может даже Покажу стыковку И выведу Новую космическую станцию Скорее всего В следующем Выпуске Если вы мне Напишите Что-нибудь Поинтереснее Поэтому Обязательно Жду от вас Комментарии Всем спасибо Всем до свидания И удачных вам полетов Продолжение следует... Продолжение следует...